Продолжим грамматический разбор суры «Ат-Тин». Мы дошли до третьего айта «Ва хааза лбаладил амин». Клянусь этим безопасным городом, то есть мягкая. Мальвава это харфа «Ат-Ан-Союз» мобнио «Ал-А-Фат-Ан» с неизменяемым кончанием с фатха на конце. «Ха» это харфу «Танбихин» частицы привлечения внимания к речи говорящего. «Ху-зифат алифу «Ха» и «Алиф» удалили. «Хаттан» то есть на письме «Для чего лит-тахфифы для облегчения». Мобнио «Ал-А-Сукони» с неизменяемым кончанием с фатха на конце. «Ла махал-Лухминал-И'раби» не имеет места в падеже. «Ха» это «Ис-Му-Иш-Артин» указательное местоимение мобнио «Ал-А-Сукони» с неизменяемым кончанием с фатха на конце. «Фи махал-Ль-Джарин на месте паджа-Джар родительную падеже» «Бил-А-Тфи-Ал-Аттин» то есть посредством соединения этого имени со словом «Аттин» в начале суры. «Аль-Балид» значит «Бадал-Лун». «Аль-Балид» это «Бадал-Лун Мин-Ис-Мил-Иш-Арт» то есть «Бадал» является заменой, «Бадал-Лун» приложением для указательного мистемения «За». «У-Бадал-Лу-Маджру-Ру-Маджру-Ру-Мис-Лу-Ха» имя являющееся заменой приложением для поставленного состояния «За-Джар» имени, так же как и оно будет состояние «За-Джар» родительную падеже. «У-Нахну кульна «Инна-За» фи махал-Ль-Джар» а мы сказали, что «За» указательность имени «За» это на месте падежа «За-Джар» родительную падежу. «Значит «Аль-Балид» тоже «Можру-Ру-М» поставленный состояние «За-Джар» «У-Ал-А-Ла-Муту-Джар» и признаком «За-Джар» падежа «За-Джар» в этом имени является «Аль-Касрату-За-Харату» аля «Ахри» явно и «Касра» на его конце. «Аль-Аминь» это «На-Ту-Ль-Балид» «На-Т» описание определения слова «Аль-Балид» «У-На-Ту-Ль-Можру-Ру» и «Можру-Ру-М» а описание «На-Т» описание или определение поставленное состояние «За-Джар» имени, так же как и предшествующее предыдущее должно быть состояние «За-Джар» родительную падежу. «Аль-Аминь» это «За-Джар» и признак падежа «За-Джар» в этом имени является «Аль-Касрату-За-Харату» аля «Ахри» явно и «Касра» на его конце. Дальше. «Ла-Кад холъгна ль-Нсана фи-Ахсене-Та-Квим» «Клинно, что мы сатурили человеку в лучшем облике» «Лам» это «Ва-Ки-Атун» фи «Джава-Балид» «Лам» приходящая в начале предложения являющего с ответом клятвы то есть ответного предложения для клятвного предложения. «Лам» у «Джава-Бал-Касм» части «Салам» то есть «Лам» ответы клятвы. «Мабню «Аля-Фатхин» с неизменяемым кончайным с Фатха на конце». «Када» это «Харфу-Та-Ки-Кин-Часис» утверждения. «Мабню «Аля-Сукон» с неизменяемым кончайным суконом на конце». «Холъгна» «Холъг» это фи «Улин» маядан глагол прощающего времени. «Мабню «Аля-Сукон» с неизменяемым кончайным суконом на конце». «Почему ли ты салихи би «Адамир-Раф-Ил-Мутахаррик» так как он присоединен к огласованному местоменю падежа «Раф-Именителю падежа». То есть «На» в данном случае. «На» это «Адамир-Мутасл» слит на местомене. «Мабню «Аля-Сукон» с неизменяемым кончайным суконом на конце». «Фи «Махал-Раф-Ин» на месте падежа «Раф-Именителю падежа». «Фа-Аль-Фи «Фа-Аль» действующее лицо данного глагола «Халюка». «Валь-Фи «Махал-Фа-Аль» глагол «Халюка» со своим фаалем все это «Жумлетун фи «Литун» глагольное предложение. «Джаваб-Аль-Касм» является ответным предложением для клятвенного предложения «Валлахин» то есть «Аваттийни». То есть «Уксима» то есть «Уксима». «ЛАМАХАЛЛАХМЕНАЛЬ-ИАРАБИ» не имеет места в падеже. «Предложение, являясь ответным клятвенного предложения не имеет места в падеже». «Аль-Инсан» — это мафулем бихи прямое дополнение глагола «Халюка». «Мансубан» бил файлы поставлено глаголом «Состоянно-звинительный падеж». «Уксима» — это название признак падежа нас в этом имени «Аль-Фатха-Аль-Захирату» «Аля-Ахили-Хьяуна» и «Фатха» на его конце. «Фи» — это харфу «Жар» на предлоге родительного падежа «Состоянно-жар». «Мобни-Аля сукони» с неизменяемым окончанием с суконом на конце. «Аль-Инсан» — это мафулем бихи, имя которое поставлено в состояние родительного падежа «Фи». «Уксима» — это признак падежа «Жар» в этом имени «Родительный падежа» в этом имени «Аль-Касирту-Захирату» «Аля-Ахили-Хьяуна» и «Касиры» на его конце. «Уксима» — это предлог родительного падежа «Фи» и поставленное им состояние «Жар» имя «Ахсани» «Мута'ликун бил фи'али «Халюка» состоят в смысловой связке с глаголом «Халюком». «Илеже» — это мута'ликун бимахзуфин «Халюн» или состоит в смысловой связке со скрытым подразумеваемым «Амель» фактором. «Илеже» — это образы действия от мафула аль-Инсана, от прямого дополнения аль-Инсана, т.е. «Халякна аль-Инсана ка-инан фи ахсани та-куймин». Следует отметить, что слово «Ахсани» — «Маджрурум бил каср» — это поставленное в состояние «Жар» в родительном падеже, с признаком «жара» — «Касра» на конце, али «Фатхи», несмотря на то, что это «Ма'аннаха воссфун аля возниль фи'али» и «Афаль», т.е. несмотря на то, что это прилагательный по модели или шаблону в форме глагола, т.е. «Афаль». Почему он здесь «Каср»? Потому что «Леннаха мудвафан», так как оно здесь, вот это имя здесь является мудвафом, первым членом из-зафетного сочетания. А когда подобное имя не является мудвафом, как в айте, например, «Фахайю би-Ахсана минха» или же «Не имеет аль в начале», то в этом случае признаком «жара» будет «Фатха», а не «Каср» в качестве замены «Касра», как, например, в этом слове «Би-Ахсана». Итак, здесь «Ахсана» — это мудваф, первый член из-зафетного сочетания. Вот такой имя это мудваф, или второй член, вторая часть из-зафетного сочетания. «Маджрурум бил мудваф» поставлен мудвафом в состояние «жар» в родительном падеже. Продолжим, иншаллах, на следующем уроке.